Николай Маломуш присоединяется к нашему эфиру, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, доброе утро, слава Украине. Героям слава. Итак, Морозов с Красновской области, беспилотники попытались атаковать местный военный аэродром с сушками. Более 10 взрывов прозвучало в районе аэропорта над Ейском, в Краснодарском крае. Что можете сказать относительно объектов этих ударов, как эта авиация задействована в бомбардировках Украины? Ну, в первую очередь, мы говорим, что начали очень четкие удары по стратегическим объектам на территории России. Мы уже имеем положительный результат ударов по нефтепереработке, что лишило до 15% фактической поставки и вооруженным силам России для агрессивных действий на нашей территории. Ну и, соответственно, на внешних рынках сокращение это прибыли, которые шли в десятках миллиардов долларов. Вторая составляющая, это, конечно, военные объекты, о которых мы неоднократно говорили, что должны быть основным приоритетом. Потому что именно с аэродрома пусковых установок ежедневно фактически совершаются или удары, пуски, взлеты для нанесения ударов ракетами, беспилотниками. Поэтому удары при Энгельсе, это стратегические бомбардировщики, которые запускают и эскандеры, и крылатые ракеты. Удары сейчас в Ростовской области, в Морозовской, это действительно бомбардировочный полк там стоит целый, который ежедневно направляет на наши и военные позиции, но и при фронтовой зоне самолеты для нанесения ударов, включая управляем бомбами. Ну и, конечно, это другие объекты в Краснодарском крае, в Курске. Вот сегодня мы говорим, также в Курской области были нанесены удары по ряду критических объектов и военных объектов Российской Федерации. То есть мы перешли с масштабным системным программом уничтожения как раз боевой техники, системы управления, пусковых установок, аэродромов и самолетов. Наряду с как раз то, что мы говорили, еще, конечно, системы энергетики, нефтепродуктов, которые являются кровью войны без нефти. И, соответственно, некоторые продукты у бензина, солярки, масла, ничего не летают, не стреляют, не ездят. Поэтому в данной ситуации это тоже критические объекты, хотя там в некоторые страны Запада и другие даже в ООН там говорят, да нет, этого не нужно делать. Если враг нападает и использует средства для войны, для агрессии каждый день, это конкретные, первоочередные объекты для их уничтожения. И эта ночь уже очередной формат расширения, как раз я вам скажу, и географии, и объектов, особенно военных, которые совершают агрессивные действия, подчеркиваю, ежедневно, десятки-десятки раз на день. Поэтому их уничтожение, это подрыв и оборудовательности России, возможности совершать налеты и, соответственно, это уменьшение потенциала несения ударов по нашим войсках, особенно по критическим направлениям, где враг сейчас пытается совместить авиацию, бронетехнику и, соответственно, сухопутные войска для атак. Ну вот, кстати, Главное управление разведки прогнозирует новые прилеты по военным объектам в России. Представитель разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона заявил о том, что подобные радости будут и в будущем, и радиус их будет увеличиваться. Что, Николай Григорьевич, можете сказать о перспективах? Вот вы перечислили нефтеперерабатывающие заводы, естественно, аэродромы, естественно, заводы по производству шахедов. Какие еще объекты можно вот в этот список включить законных целей для наших вооруженных сил? Ну, я хочу четко отметить, сейчас по моим программам работаю с нашими и производителями новых дронов, включая баллистические, которые уже долетают на 2000 километров. Начиная от нуля, вот это разведывали и тактические дроны, заканчивая, конечно, удары до Урала. Это наша перспектива. А теперь что? Очень важно упредить эти все подготовительные действия, которые все сегодня кричат и проводят спецоперации России, что наступление будет масштабное через 4 примерно месяца, что будет захват Харькова и других направлений. То есть такие фейки. В этой ситуации что можно противопоставить? А контрудары. Первую очередь уничтожать резервы. Что делают наши ребята на фронте? По 700 до 1000 и больше человек уничтожают. Десятки единиц техники за день, а за месяц сотни и сотни. Мы видим танки, БТР, БМП. Ну, и раз составляющая то, что мы говорим, это уничтожение стратегических объектов, которые производят те же ракеты. А мы знаем, что где-то их в месяц разных типов до 90 штук. Это и крылатая ракета, это баллистика, это несколько штук, конечно, и кинжалов, и других систем. Вот как раз это компетентные объекты для нанесения ударов. Проявляем не только их, где они производятся, но и комплектующие. А мы наносили такие же удары под Москвой, помним, оптико-механический завод. Другие производства боеголовок, ракетных систем, самих ракет, комплектующих для самолетов. То есть уничтожение объектов БПК, это раз, сами, так сказать, конкретные уже центры, где они комплектуются. То есть собираются, проводятся боевые сложения и, конечно, готовятся для направления на фронт или для сформирования боевых групп. Вот тут как раз и основной центр, где они еще не готовы. Только или собираются, или собрали их, вот тут нанести удар, это основной объект, который уничтожит многие системы. Часто неприкрытые системы, что мы имеем возможность нанести удар. Это, конечно, военные объекты всех типов. Начиная с места дислокации войск разных формирований. Это учебные центры. Это сборы как раз для погрузки танков, БТР, БМП. Это, конечно, склады боеприпасов или их перемещение по логистике. Это тоже конкретные объекты, которые мы за счет разведки разных типов нащупали и нанесли удар. Это если мы говорим о расширении масштабов. А масштабы, я думаю, будут расширяться уже не десятками, а сотнями. А в перспективе, если будем сейчас иметь до полутора миллионов только беспилотников, я не говорю о ракетах, собственное производство, это территория России будет покрываться системно. А это что? Не дает возможность войскам иметь поддержку. И вот эти наступательные операции, они будут просто-напросто сорваны. И перспектив не будет. Потому что эти объекты будем включать, кроме всех видов военно-техники, вооружения, боеприпасов, штабов, систем связи и концентрацию живой силы противника. То есть это будет комплексное решение по уничтожению резервов, когда они не прошли еще боевое слажение и не являются боевой единицей на фронте, которые готовы к бою, могут где-то маневрировать, прятаться и тому подобное. А там они не прикрыты. Это очень эффективная модель нанесения ударов по врагу. Ну вот вы упомянули о том, что пропагандисты, планы Кремля о том, что готовится масштабное наступление на Харьков. Так вот, разведка НАТО как раз с вашим мнением соглашается, или вот ваши мнения идут параллельно, что у них сомнения в возможности масштабного наступления России в ближайшее время. Да, бомбить Харьков авиабомбами, наносить удары с помощью авиации получается. А вот как насчет ресурса проводить масштабные наступательные действия на нескольких направлениях, именно наземные наступательные действия? Есть ли ресурс на это у россиян? Ну, первое, по Харькову, как мы говорим, по других, по Сумам, например, Запорожье и по другим городам, где идут обстрелы при фронтовых зонах или с территории России. Самая главная ситуация, то, что мы говорили, вот как раз откуда они бьют, бить нам по этим же направлениям. Стреляют ракетами, СТ-400, например, или дальнобойной артиллерии, находить места дислокации и их уничтожать там, на территории России или на оккупированных территориях. Это самая эффективная система противодействия, чтобы Харьков не страждал. Да, это тяжело, но 7 типов разведки – космическая, радиотехническая, компьютерная, агентурная, военная, тактическое, так сказать, значение уже как бы за счет радиотехнических средств. Это все то, что выявляет точки, где наносятся удары. Вот по этим точкам бить – это один из эффективных способов, чтобы люди не страждали и, конечно, уменьшить потенциал их нападения на фронте. И вторая составляющая в отношении большого потенциала. Сегодня фронт активный, 1300 примерно километров. Начать какие-то наступательные операции масштабные практически невозможно. Для того, что нужно еще примерно более миллиона человек, если мы говорим в систему. Даже наступая в одном секторе, мы же можем проводить контратаки и очень мощные наступательные операции в другом, когда они не ожидают. То есть это будет взаимное, так сказать, очень мощное противостояние. Но, а имеют ли они средства на Харьков? Я сказал нет. Почему? Потому что они уже трижды пытались сконцентрировать возле Купен-Святого Криминая 110 тысяч человек, то есть такой громады армии, 1200 танков БТР и БМП. Это даже для троймирования это супер большое было группирование. И трижды пытались уже совершать эту операцию. Не удавалось. Говорят, что еще, и вот президент отметил, что соберут еще 300 тысяч. Но это будут новые, не обстрелены, не обученные. Мы говорим о том, что по всем нашим оперативным данным, и сводка о этом свидетельствует, что уничтожаем противника от 700 до 1200 человек. Если с раненными, примерно в сутки до 2000 человек выходят из строя. За два месяца примерно 14 бригад. Это громадная армия. Это примерно то, что они готовят 300 тысяч. Это будет уничтожено поле боя до того. Поэтому новые придут, такая же участь, но уже менее подготовленные. Поэтому перспектив, даже если пройдут мобилизацию, я сомневаюсь, что 300 тысяч, но может 150 наберут. Это не решение для них вопроса пополнения войск. А без такого пополнения эффективного, тем более нового вооружения техники, которого в России нет, то, что идет по контрабанде, очень ограниченные единицы, которые они могут производить более-менее инновационных средств или нанесения ударов, или радиационных систем, или ракет, которые они используют. Поэтому в данный момент такого потенциала нет. Мало того, мы через разные системы разведки, включая партнерские, контролируем все заданные врага. То есть и на высшем политическом уровне, военном, но, конечно, на стратегическом уровне, где передвижение войск, идет по всей территории России, в оккупированных территориях, и, конечно, концентрация в отдельных местах, где может быть прорыв. Поэтому контрмеры принимаются. В режиме онлайн 24 на 7 идет полная идентификация любых объектов, тем более группирований, тем более бронетехники, других средств, где появляются. И поэтому готовим контрудары и мощные заражительные системы. Поэтому я просто скажу, если мы говорим о стратегии врага, она не предусмотрена, какие-то прорывы большие. То есть мы в любой ситуации имеем прорывающую информацию, наносим упреждающийся удары, как сказалось, в циркотерские направления, создаем крепорайоны. И я думаю, что дальше перспектив, что-то развивать системно, тактического, а тем более стратегического врага нет. А мы перейдем по перспективе через получение новой стратегии выработки, получение новых сил и средств, это делается на протяжении 3-4 месяцев, к тому же периоду, где враг заявляет о наступлении на вступательных операциях. Мы подготовимся и в этой ситуации будем и наносить мощные упреждающие удары, контрудары, а перспектива, я думаю, и на наступательные операции по освобождению нашей территории. Давайте подытожим вчерашнее заседание Совета Украина-НАТО. Главный месседж от нашего министра иностранных днел Дмитрия Кулеба, что Украине нужны патриоты. И там же в Брюсселе Германия проявила инициативу и начала, как они заявляют, поиск доступных систем патриот. Может ли так статься, что вот эта германская инициатива, подобно чешской инициативе по снарядам, также будет в скорости воплощена в жизнь, найдутся и средства, и возможности на поставку этих нужных для Украины систем ПВО. Ну, это очень хорошая инициатива, тем более чешскому президенту. Мы подсказали много раз, говорили, давайте все-таки перейдем в системе закупок. Это один из мощных источников поставки боеприпасов, и этот процесс пошел. Вторая составляющая Германия, которая имеет сама патриоты и имеет боеприпасы, то есть ракеты для них. Поэтому она правильный выступ инициатива. Германия более мощная, чем Чехия, по всех отношениях, тем более по этим системам ПВО, включая, в первую очередь, патриот. Поэтому я думаю, что они сумеют убедить союзников, чтобы они своих арсеналов выделили хотя бы небольшую часть. Мы ставим вопрос, чтобы со всех арсеналов, хотя бы европейских стран, пока без США, выделили до 10% и систем противовоздушной обороны, бронетехники, радиолокационных и других систем, и особенно боеприпасов. Это будет как раз формат защиты и Европы, и НАТО, которые боятся войны с Россией. Но мы тогда будем иметь перспективу не только сдерживать врага, наносить упреждающие удары и, конечно, в перспективе создать условия для его поражения. Но для этого нужно проявить волю. Вот не Германия сейчас проявила. Я думаю, что это будет активная позиция по объединению всех стран, которые имеют Петрио, и боеприпасы для них. Там же, в Брюсселе, глава МИД Венгрии Петр Сияртов заявил, что, мол, Североатлантический альянс должен быть оборонной организацией, участие альянса в защите Украины приблизит НАТО к войне. Но, одним словом, Будапешт отказался в военном плане помогать Украине. Вот как вы считаете, если вот в структуре Евросоюза на принятие каких-либо важных решений, нужно мнение за всех 27 членов ЕС, то вот чем отличается структура НАТО? Я подвожу к тому, обойдемся ли мы в вопросе предоставления на военной помощи без Венгрии. По структуре НАТО мы четко знаем, что именно есть несколько тем и механизмов, когда НАТО принимает целое решение, консенсусом, и, соответственно, есть такая модель, что каждая страна НАТО принимает решение отдельно, поставлять вооружение, технику, боеприпасы, войска. Поэтому сейчас, пока модель действует, как бы поддержки каждой страны НАТО, и они это делают, и, соответственно, есть различные клубы, как мы говорим, вот и Германия по патриотам, или другие клубы по ракетным системам, артиллерийским системам, дроновым, ну и другая составляющая, это само НАТО, которое хочет создать фонд. Как и в Европейском Союзе, они могут обойти, как бы, позицию, в первую очередь, Венгрии, но Венгрия очень зависима от самого НАТО и Европейского Союза, во всех отношениях. Как бы она там ни выступала альтернативно, но принято решение, например, поддержки Украины на 50 миллиардов евро, и она вынуждена была согласиться, потому что она очень много теряла, если выходила с этой обоймы. Точно так же и по странам НАТО, потому что это щит Венгрии, в Венгрии других щитов нет. И то, что там СИА, или тем более премьер Орбан говорит о том, что НАТО защитный блок, то есть защита, так это как раз защита. Кто напал? Напала, соответственно, Россия на Украину и угрожает Европе. Поэтому защищайтесь, товарищи, и как если вы так поддержите Россию? Вот от кого? Не от Украины же, а от России. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что механизм НАТО будет работать. Венгрия никуда не денется, в крайнем случае займет нейтральную позицию, но это не проблема для помощи и поддержки Украины. Силы обороны Украины установили своеобразный рекорд. В прошлом месяце, в марте, 876 арт-систем противника было уничтожено. Это, если я не ошибаюсь, более чем на 120 арт-систем больше, чем в феврале. Вот еще в декабре, как говорил президент Зеленский, у нас был, ну, откровенно говоря, снарядный голод, а тут уже пошли такие рекорды. Вот как вы думаете, с учетом чешских снарядов, мы их так будем грубо называть, да, чешская инициатива, снаряды от стран НАТО, можно ли говорить, когда мы сможем говорить о достижении некого паритета с противником в артиллерии в средств контрбатарейной борьбы? Ну, мы тут не равняемся только по артиллерии, артиллерия, хотя мы считаем, что наращивание артиллерии, как Бог войны называет, это очень важно, и ракетных систем, вот. Но мы сейчас именно идем и альтернативными путями. Есть именно артиллерия, вот, которую мы наращиваем, и получаем все новые-новые образцы. И мы говорим, помним, что Франция является одним из инициаторов, как раз Клуба по поддержке Украины, вот ряд других стран, особенно Скальдинавии, которые передавали, да, не помним, всю артиллерию. То есть именно паритет потихоньку возобновляется, и особенно важно, чтобы там был паритет по боеприпасам. Это очень важная составляющая, и я думаю, в этой ситуации сейчас идет активная работа. Поэтому с учетом четырех каналов поставки боеприпасов, артиллерии и ракетных средств, а сейчас это наш ВПК, европейский союзный в целом НАТО, это закупка на внешних рынках, и, конечно же, ждем середину апреля это поставка за счет пакетов США, это большие пакеты. Вот это то, что постепенно создаст паритет. Я думаю, что это примерно будет к май-июнь, когда мы все-таки установим более-менее равновесие, но не только в этом формате. Перевес. Перевес, я думаю, тут и интеллектуально, и технологически, это будет в дронах, ракетных системах, роботосистемах, радиоакционных системах, которые очень активны и эффективны на фронте. Вот тут уже должны быть дать очень мощный удар, потому что уничтожение вот такого количества артиллерии произошло не только за счет именно наших ударов артиллерии, ракетной системы, но очень мощно. Дронами. Это и артиллерия, танки. Помним, до 7 тысяч уже уничтожено танков, противника. Это громадная армия. Ниго сколько не было перед началом войны. Это все уже по полне запасов, ну, несколько сот произведенных за два года с чем-то. Поэтому, я думаю, тут вопрос по артиллерии будет решаться и паритет комплексного. Сама артиллерия, ракетная система, это, конечно, дроны и системы, которые сейчас работают на проведение специальных операций. Там, где есть очень мощная концентрация складов, концентрация где-то учебных центров, мы начали также активную работу по их выявлению, нанесение ударов различных типов, включая, конечно, специальные операции нашей военной разведки. Николай Григорьевич, буквально минута остается у нас эфирного времени, но еще такой вопрос хотелось бы зацепить. Беларусь начала военное учение у своих юго-западных границ, да, от воинственной риторика Лукашенко по поводу Сувалкского коридора, по поводу там оттяпать часть Польши и так далее. Как вы считаете, есть ли у Беларуси потенциальная возможность угрожать странам НАТО? Или же это просто, ну, по указке Кремля, так сказать, сконцентрировать внимание наших союзников на собственной защите и забыть про предоставление военной помощи Украине? Сейчас Лукашенко находится на растяжке. С одной стороны, давит Путин, вплоть до того, что могут его нейтрализовать, даже убрать состав президента. Он должен отрабатывать ту программу, которую ему поставят в России. Это угрожает Западу, угрожает Украине. Для чего? С одной стороны, то, что они могут открыть коридор и сами наступать на территорию нашего государства, и мы вынуждены держать угруппирование возле беорусских границ. Вторая составляющая, якобы имея тактическое ядерное вооружение, угрожать Западу, чтобы Запад был в сдержании и не помогал Украине, не угрожал России на самом Белоруссии. Но Лукашенко не готов к войне и не хочет вступить в войну с Украиной, тем более с Западом, потому что это конец его режима и всему, так сказать, системе провальной, которая есть. Но он готов отрабатывать именно позицию России, на что он согласился, под большим давлением, прямо скажу, это риторика упреждения удару, якобы, угроза и Украине-Западу, что он готов к войне, что они сконструируют силы и средства, то есть оттягивать, оттягивать на себя внимание, оттягивать наши войска. Поэтому перспектив там нет. Лукашенко сам смотрит на перспективу, что Россия проиграет, тогда нужно выходить из этой ситуации. Поэтому будут играть в перспективе миротворца. А сейчас, говорит, что якобы он готов к каким-то переговорам. Спасибо, Николай Григорьевич, за ваше мнение. Напомню нашим телезрителям. Генерал Николай Маломуш, бывший глава службы внешней разведки Украины, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok